Интернет и соответственно социальные сети занимают сегодня огромное место в жизни многих из нас. Это не только способ общения, но и возможность продвинуть и сделать узнаваемым свой бизнес. Как увеличить количество поклонников страницы в фейсбуке? Как сделать так, чтобы потенциальные клиенты начали с вами взаимодействовать? Эти вопросы интересуют многих наших зрителей. Ответит на них Дмитрий Маргуновский, специалист по маркетингу в социальных сетях. Здравствуйте, Дима. Добрый день. Спасибо, что пришли к нам в студию. И сразу же перехожу к первому нашему вопросу. Для какого типа бизнеса, думаете вы, подходит маркетинг в интернете, в социальных сетях? Ну, как бы банально это не звучало. Я думаю, что это подходит практически для любого типа бизнеса. Для малого, для среднего, для крупного. Ну, все зависит от цели, которые преследуют бизнес. Это, безусловно, нужно подходить индивидуально к любому вопросу. Но даже самый маленький бизнес, он подходит для продвижения. Он имеет право, вы считаете, такое продвижение? Абсолютно точно. И это не обязательно должна быть сфера услуг? Это не только сфера услуг, это может быть сфера услуг, это может быть какой-то товар, это может быть производство чего-либо, это может быть сеть магазинов каких-то абсолютно разные. Не имеет значения? Абсолютно нет. Подход к любому бизнесу в плане, скажем так, такое слово популярное сегодня, раскрутка, раскрутки в интернет-сетях, он один и тот же? Или... Нет, ну, здесь вот очень большие различия, потому что подход должен быть сугубо индивидуальный. Все зависит от нескольких величин, прежде всего, от той цели, которую ставит при собой бизнес. Чего он хочет добиться? То есть, кто-то хочет, например, добиться увеличения клиентов или посещения веб-сайта, или увеличения продаж в интернет-магазине. Естественно, отвлечены самого бизнеса, потому что это может быть сеть, это может быть отдельный от того, где он находится, там, географического, значит, от локации географической. Безусловно, на то, на кого направлен бизнес, там, например, на женщин, на мужчин. Есть очень много... Есть очень много тонкостей. Очень много тонкостей, и обязательно важно понять... То есть, правильный маркетолог в этом смысле сможет выделить те группы, скажем, к которым надо обращаться, либо возрастные, либо по гендерным признакам. Ну, это называется целевая аудитория, да, безусловно, любой специалист, который занимается продвижением в социальных сетях, он должен быть отчасти, а может быть, даже в большей части своей работы очень неплохим маркетологом. Понятно. А что должны знать клиенты, или что они должны помнить, когда они обращаются к такому маркетологу с просьбой заняться их рекламой или продвижением в социальных сетях? Ну, опять-таки, здесь очень важно того, какую цель они перед собой ставят, но то, что я говорю практически любому человеку, любому клиенту, который обращается ко мне с вопросом насчет услуг, это то, что нельзя быстро достичь результата. То есть, нет сиюминутного результата. Ни в коем случае. Я говорю, что если вы хотите использовать специалиста по развитию в социальных сетях, по продвижениям в качестве акселератора, то ни в коем случае это не подходит, это невозможно. Здесь нужно обладать достаточно большим терпением. Это большая вдумчивая работа, которая как бы так кирпичик кирпичику строится. И это очень важный вопрос. Это прежде всего. Да, поскольку мне кажется, что зачастую владельцы бизнеса хотят сегодня утром деньги, вечером стулья. То есть, сегодня мы наняли маркетолога, завтра мы хотим уже видеть результаты. Но ведь если мы говорим о подвижении в интернет-сетях, в социальных сетях, это еще и брендинг, наверное. То есть, можно взять абсолютно незнакомую личность. Это, кстати, касается, наверное, и политики тоже, и общественной жизни. Это то же самое. Да, я хотел бы сказать здесь буквально пару слов. Очень большая ошибка большинства бизнесов, особенно маленьких, малого плана, что они хотят все и сразу, и быстро. То есть, большинство, что я имею в виду, большинство владельцев бизнеса, они понимают, что они могут снять, например, магазин, неважно для чего, они могут снять магазин либо на проходе, на какой-то улице, там, условно, дизингов или аленби, который будет стоить икс денег. Или в каком-то переулке, который рядом, но все-таки не там, дешевле. Я не понимаю, что если они снимают в месте, на котором нет большого прохода, у них возьмет какой-то достаточно длительный срок, чтобы наработать клиентуру. Они к этому готовы, они готовы вкладывать какое-то время деньги в съемки. То есть, существует понимание для чего и почему. Они понимают, но они не готовы делать то же самое с социальными сетями. Чем вы это объясняете? Честно говоря, даже на данный момент пока только могу объяснить некой психологией, некоторыми недостатками, может быть, недопониманием того, как работает социальная сеть. Потому что многие воспринимают его как некий вид еще одной рекламы. То есть, а как работает реклама? Мы вкладываем деньги в рекламу и немедленно получаем результаты. И мы хотим отдачи, да, немедленно результаты. Вот социальная сеть в данном случае, она очень сильно отличается от того. Теперь насчет брендинга, да, вы спросили. Это очень важный момент, наверное, самый важный момент, который есть в работе социальной сети в том или ином виде. Потому что, скажем, большие компании, большие бренды, такие как Coca-Cola или BMW, они все имеют развитые страницы, где очень много миллионов поклонников. Тем не менее, они вкладываются, работают постоянно своими страницами. Чтобы поддержать эту целевую аудиторию. Так, в данном случае, все большие компании… Не продажи, а именно брендинги. Никто не сможет срегулировать продажи, проверить, насколько увеличились или уменьшились продажи. Однако же, все равно повышение продаж всегда является результатом удачного брендинга. Совершенно верно. И как раз израильские компании прекрасно это понимают. Все большие компании имеют развитые, хорошие странички в Facebook и работают с ними. Поразительно, как все же Facebook постепенно стал неотделимой частью нашей жизни. Как личной, так и в плане бизнеса. Когда-то телевизор, потом компьютер, потом мобильная связь, сейчас социальные сети. Я вообще думаю, что через пару поколений вот это вот мускуло, вот пальчиком вот так вот, как по телефону, оно будет самое мощное, больше, чем бизнес. Но будем надеяться, что все же, да, традиционные виды спорта еще продолжат существовать. Иначе мы, как бы, получим очень странных существ, которых будет голова, видимо, с глазами, ушей. Ну, как инопланетян или людей. И огромный палец, да, который будет, да, нажимать на кнопки. Скажите мне, Дмитрий, существует ли на сегодняшний день разница в подходах к сетевому маркетингу? Ну, к примеру, между Израилем и, скажем, странами СНГ. Есть ли разница? Существует, существует, причем гигантская. Потому что как раз на данном этапе своего развития, скажем так, я занимаюсь тем, что проверяю, какие есть варианты работы в бывших странах СНГ. Казахстан, Россия, Украина. И я везде сталкиваюсь с проблемами, с вопросами, которые здесь уже решены, здесь уже понятно. Какими проблемами, например? Например, в Израиле не надо ни одному бизнесу объяснять, что ему нужна страница в Фейсбуке. Потому что любой человек, который открывает бизнес, прежде всего он идет в Фейсбук, открывает страницу. Я должна вас разочаровать, не любой. Ну, почти любой. Еще не любой. Ну, почти любой. То есть это действительно исключение. Потому что люди открывают, приглашают своих друзей, дают там пару постов. Ну, потом, правда, сидят и не знают, что с этим делать. Это другой вопрос. То есть, открыв страницу в Фейсбуке, наверное, надо потом ее ввести, надо как-то с ней работать. Нужно ввести, нужно наполнять. Конечно. Это, наверное, отдельный такой вопрос. Я бы хотел на него ответить. Но, как бы, в любом случае, некое понятие, что страница нужна, у них есть. На любом уровне. Вне зависимости, израильтяне или русскоязычные израильтяне. Они это знают. Теперь, ситуация в России, в Украине, в Казахстане, она абсолютно диаметрально противоположна. То есть, часть людей, клиентов, которые занимаются тем или иным бизнесом, они понимают о том, что существует необходимость большая в развитии в социальных сетях. И они это делают, но не в Фейсбуке. Они делают это в основном ВКонтакте, в Одноклассниках. В ВКонтакте, видимо, Одноклассники, мне кажется, пользуются там большим спросом. Да, большим спросом у определенной категории публики. При том, что надо упомянуть, что Одноклассники и ВКонтакте не дают тех инструментов, которые нужны, вот то, что дает Фейсбук для работы. Технически вы имеете в виду. Не только технических, маркетинговых инструментов каких-то, в том числе и технических тоже. То есть, каких-то решений. Потому что не надо забывать, что все-таки Фейсбук, он первый. А все остальные, они свежие за ним. Они уже потом. Считаете ли вы, что технически Фейсбук более совершенен или дает вам больше возможностей для маркетинга? Абсолютно точно да. Потому что все свежие идеи, он постоянно меняется, он очень мобильный. Каждый месяц выходят какие-то изменения. Одни лучше, другие хуже. Какие-то новые приложения, новые методы. Кто-то размещает, кто-то нет. В любом случае, он всегда на первом месте, он всегда впереди. А остальные копируют или пытаются копировать. А многие уже и не копируют. В ВКонтакте пытаются копировать. Хотя одноклассники уже нет. А вторая категория, да. Ну, одноклассники, в них есть, я считаю, своя прелесть и какая-то своя первозданная идея. Ну, безусловно, как и у всего. Которая позволила, мне кажется, миллионам людей найти друзей детства. Изначально, ведь в этом была идея. Безусловно, ну, как существует выражение, что хороший человек – это не профессия, точно так же одноклассники, это красиво, там все мигает, все очень хорошо. Но с точки зрения продвижения в социальных сетях, они, конечно, абсолютно не приспособлены. То есть вы считаете, что сегодня это только Facebook? На данный момент лучше всего приспособлены на Facebook. Ну, я не знаю, что там происходит в Китае, там отдельная социальная сеть, пока я не занимался ее исследованием. Но общемировая Facebook, у нас миллиард пользователей появился в Facebook, ну, сколько там, пару недель назад. А сколько пользователей, русскоязычных пользователей в Facebook? Есть вообще какие-то цифры? Ну, они различные по странам, у меня нет общих цифр, но я могу сказать, что в Израиле, русскоязычном Израиле, то есть это те люди, которые пометили у себя на страничках, что они говорят на русском языке, порядка 230 тысяч человек. Это безумно любопытно, вы знаете, какого возраста с 18 до 65 лет? Ну, то есть без детей, без детей и до 65 лет, то есть без глубоких стреков. Интересна группа с 18, скажем, и до 35-40, поскольку в Израиле бытует такое мнение, что молодежь уже давно говорит исключительно на иврите, пользуется социальными сетями только на иврите и так далее, и так далее. И то, что вы говорите, собственно, свидетельствует о том, что... Ну, это только отчасти, правда, потому что... Есть часть общины, которая пользуется русским языком. Безусловно, да, причем большая часть именно русским языком и пользуется. А если мы говорим про продвижение бизнеса, львиная часть бизнесов, она рассчитана не на возраст 18, она рассчитана на возраст 30-35 плюс. Разумеется. И вот там мы уже... Ну, потому что это наиболее такая категория покупательной способности, наиболее развита категория населения, и поэтому, если уже бизнес куда-то рекламируется, он должен это учитывать, этот момент. Так вот, в этом возрасте, в этой категории, абсолютное большинство людей, они говорят по-русски и пользуются социальной сетью по-русски, и не обращают внимания на какие-то рекламные ходьбы, которые им предлагают израильские компании на своих страничках. Да, понятно. То есть, я полагаю, что параллельно с этим наверняка большинство из них владеют ивритом, и тем не менее они предпочитают социальные сети на русском языке. Дело не только в иврите, не в каком-то другом языке. Кстати, я хочу сказать, что Израиль в данном случае не занимает какое-то особое положение двухъязычности, потому что, скажем, во Флориде практически все страницы дублируются на английском и на испанском. Там в центральных провинциях Канады, областях, соответственно, английский и французский. Поэтому это то, что я все время объясняю израильским клиентам, у которых есть хорошие странички, развитые в Фейсбуке, они работают, вкладывают вот эти большие деньги на иврите, они понимают целесообразность и надобность работы в социальных сетях, но тем не менее они понимают, почему они должны еще открывать страничку на русском. А я им говорю, что, ребята, здесь все очень просто. Дело не только в знании или незнании языка. Здесь очень важно в подаче, какая подача происходит. То есть чувство юмора, например, любая страничка, она должна вестись живем. Одна из самых суровых проблем – это как перевести анекдот с русского на иврит или с русского на русский. Анекдоты и шутки надо использовать на любой странице. Анекдоты и шутки надо использовать на любой странице. И понятно, что напрямую перевести с иврита на русский или наоборот – это невозможно. И не нужно. Поэтому большинство людей, которые русскоязычных, заходят на страницу израильскую, которая на иврите, они смотрят, что на иврите и уходят. Любопытная информация, очень любопытная. И тем не менее у меня к вам есть еще один вопрос. В современном рекламном мире существует огромное количество медийных возможностей. Это телевидение, это газеты, это наружная реклама, это, конечно же, радио. Почему именно интернет? Почему именно социальные сети? Я хочу сказать, что наряду с телевидением социальные сети, наверное, могут получить наибольший охват людей, которым можно дойти с каким-то маркетинговыми делами, с рекламными. Как бы личностном контакте, учитываясь, что используется в Facebook? Любая социальная сеть, и прежде всего в Facebook, она преследует собой цель для бизнеса создать, не то чтобы создать, а выявить целевую аудиторию, с которой потом уже в последующем работать. Телевидение, например, тоже, скажем так, проводит телеканалы и так далее. Телевидение в интернете, достаточное количество исследований, чтобы выявить целевую аудиторию. Телевидение в интернете, да. Любой бизнес в интернете, он больше для этого приспособлен. И там же в социальных сетях это и происходит. Поэтому здесь самое главное отличие социальных сетей от всех других видов рекламы, что это работа, целенаправленная работа с целевой аудиторией. На целевую аудиторию, либо по возрасту, либо, как мы уже говорили, по гендерному признаку, по возрасту, по географическому местоположению. По уровню дохода и так далее. Гораздо больше выборов в фейсбуке, по интересам каким-то. Можно обращаться, практически найти любой вариант публики. То есть мы можем с вами сказать в заключении нашей беседы, что на сегодняшний день бизнес, который хочет преуспеть, очевидно, что ему надо задуматься о необходимости использования социальных сетей для продвижения своих услуг. Думать поздно. Пока они будут задумываться, другие уйдут вперед. Потому что в любом бизнесе есть конкуренты. Здесь нужно садиться на этот поезд, а не оставать его. Делать, садиться и ехать в таком поезде социальных сетей наших и заниматься брендированием, чтобы все узнавали ваш бизнес, независимо от того, чем вы занимаетесь. Ну что ж, я вам очень благодарна за нашу беседу. Я желаю вам, чтобы ваш поезд шел только по правильному пути, направлению к успеху. Спасибо, что пришли на нашу программу. Илана, большое спасибо.